Внимание всего мира сейчас приковано к Лондону, где начинаются Олимпийские игры. Позади года тщательной подготовки. У Евроньюз в Лондоне свой олимпиец, наш британский корреспондент Али Шейхоль Аслами. Али, в течение последнего времени вы разговаривали со многими людьми, политиками, гостями, жителями Лондона. У всех много эмоций. Оправдают ли игры их ожидания? Думаю, да. Это Лондон, один из самых многонациональных городов мира, и вы это знаете. С приходом Олимпиады в городе царит большое оживление. Город стал еще более интернациональным. Вы гуляете по улицам и встречаете людей со всех уголков мира. На многих олимпийские футболки. Это своего рода униформа. Ощущение большого праздника. Мы много слышали о транспортных проблемах. Ваше мнение о передвижении по горлу. Говорят, что это скорее марафон, чем спринт. Вы правы. Поезда метро действительно порой невыносимо перегружены. В Лондоне сейчас солнечное тепло. Мы к такому, в общем-то, не очень привыкли. Температура около 30. А на прошлой неделе я ходил в пальто. Поездка в метро сейчас действительно не самое большое удовольствие. В другое же время поезда функционируют нормально. Другим вопросом является безопасность. Не помешают ли людям эти необходимые жесткие меры получать удовольствие от игр? Здесь, в Лондоне, мы не привыкли видеть военных с оружием. Город стал немножко более милитаризированным, что ли. Однако, я думаю, люди будут чувствовать себя в большей безопасности. Вы знаете, что Лондон всегда был мишенью для террористов. Вспомним хотя бы взрывы 2005 года. Возможно, людям необходимо это чувство безопасности. Такие события происходят раз в жизни. Можно ли при этом сказать, что большинству людей не столь интересна спортивная сторона праздника, или они все-таки ею интересуются? Олимпиады в Лондоне не только спортивные события. Это события, которые сближают людей. Они встречаются, смотрят эстафету Олимпийского огня. Разумеется, будет показ основных олимпийских событий на больших экранах, церемонии открытия и закрытия игр. Возникает чувство общности с другими людьми. Люди воспринимают происходящий как один большой праздник. Это просто прекрасно. Что ж, Оли, крепче держите флаг Евроньюз. Мы постоянно будем с вами на связи. Спасибо, что были с нами.